Добренького денька, дамы и господа! И сегодня у нас очередной обзор очень дешевого табака, который появился на, так сказать, кальянном рынке России. И название довольно-таки странное, но по ароматике, по вкусам все очень интересно. Ну и, конечно же, самое главное, это цена. Потому что сейчас такое время, когда все мы пытаемся угнаться за ценой и всему остальному. Так вот, табак называется Blue Herds, голубая лошадь. Я не знаю, почему такое название, с чем оно ассоциируется у ребят, да, и почему назвали именно так. Как вы поняли, 50-граммовые пачки, ценовая категория этого табака, то есть в розницу он будет продаваться или уже продается, я точно не знаю. Мне его прислали, сказали, скажи, что ты о нем думаешь, и вот эти основные факты, которые ты должен упомянуть. Типа цена. А остальное, как хочешь, так и делай. Я сейчас забил довольно-таки интересный вкус, я попозже его расскажу, думаю, вы оцените эту шуточку. Этот табак я уже курил, курю и потихонечку прокуриваю до конца, и у меня остались два вкуса, которые я должен был прокурить, и это, кстати, я их сразу в один микс и забил. Так вот, Blue Herds, табак, соответственно, вы уже сами понимаете по упаковке и по всему остальному, что это у нас турецкий очередной табак. Но, в нем есть много, допустим, не непонятных вещей, но есть также и много плюсиков, и мы сейчас, собственно, все это будем озвучивать. У меня здесь есть раз, два, три, четыре, пять, десять вкусов, и я сейчас расскажу вам одну для меня непонятную вещь. В этих десяти вкусах нету ни одного моновкуса. Все миксы, давайте сейчас, собственно, и разберем их. Это Анна Каренина, Moscow Evening, Thor Flash, Istanbul, Baku Night, Mi Amor, Blue Angel, Labirut, Strange in the Night, как переводится, ребята, напишите в комментариях. И Bob Marley, No Woman, No Cry. Так вот, что касается этого табака, я его прокурил, сразу скажу, что в отличие, допустим, от многих табаков данной позиции, у него довольно-таки чистые вкусы. Имеется в виду не то, что типа малина и малина и все, нет. Довольно-таки чистые вкусы на протяжении всего курения без всяких выявлений инородных вкусов. Типа кактуса, типа каких-то во время курения выявляется то, что вкус был ягодный, стал травянистый. Я перекурил каждый вкус, и сейчас я курю. Я сделал микс из двух вкусов, и вот прям мне дико захотелось это сделать. И называется микс Анна Каренина, No Woman, No Cry. Довольно-таки интересно, как бы смешали Анну Каренина и Bob Marley. Но из-за этих миксов, то есть название этих миксов и без чистого вкуса, очень сложно определить, какой это точно вкус. Давайте возьмем истамблю. Ну это понятно, это голубика такая. Очень, кстати, хорошая. Тор Флэш. Ну, как же, да, здесь можно определять именно по самой картинке? Она такая голубенькая, Тор, Флэш, все дела. Значит, здесь лед. Вот это лед, знаете, это типа суперновый и так далее. Я его курил чистым, мне очень дико понравилось в том, что он не такой прям, как сказать, горло-раздирающий. А Миамо, это такой очень приятный и нежный вкус. С нотками именно жвачки такой, нежной-нежной жвачки. А Баку Найт, это, я думаю, всем уже известный вкус. Да, он точно такой же, как и у других. Типа Тутти Фрути. Ля Бейрут мне очень дико понравился. Это какой-то кофейный вкус, шоколада, какао, самого кофе, немного ванили и как будто немного корицы. Очень топовый вкус. Если вы норвежечный этот табак, то Ля Бейрут нужно просто заказать и покурить. Очень прикольно курица. Москоу Эвенинг мне не очень зашел вкус этот. Он непонятный для меня. И когда я его курил, я тоже как бы не мог разобрать. Мне тяжело курить то, что я не могу разобрать. Блю Энджел тоже довольно-таки очень свежий вкус. Многие вкусы, то есть миксы этого табака, они содержат немного свежести мяты. То есть как бы типа летние, летние, летние сезонные миксы и так далее. Но эта мята очень-очень приятная. И Анна Каренина у нас. Вот Анна Каренина тоже очень топовый вкус. Это смесь как будто яблока, винограда, немного мяты и какой-то ягодки. Сейчас у меня забита здесь Анна Каренина и, соответственно, Боб Марли. Да, там все дела. Анна Каренина, женщина, не плачь. Так вот, курим мы на Баклауде. У нас турецкая чашечка 3,25 угля. Забит под горку. По жаростойкости довольно-таки он интересный. Он перегревается, я ничего не говорю, он не жаростойкий. Но когда он перегревается, он дает явно тебе понять, что он перегрелся, а не начинает контрастировать каким-то неприятным вкусом. По крепкости он легкий, средний, такой, знаете, легко. То есть есть легкость, суперлегкость, есть легкость потяжелее, так это такая маленькая серединка. Очень классно курится, но никакого такого вау-эффекта нет. И при его цене 100-140 рублей за пачку, да, это такое, ну, то, как накрутит, да, как бы, ну, вообще, самая идеальная цена это вот от 100 до 140 рублей, это самый топчик. По цене... Вкус, как я и говорил, довольно-таки чистый, без примесей травянистости. Когда перекладывают ебаной мяты, да, вот ты куришь микс, а в нем мяты пиздец. То есть это у холодка, алидокаины и всего остального. Что еще буду сказать про него такого интересного? Табак однозначно стоит своих денег, у него очень интересная нарезка. Ну и сам табак, соответственно, ярко-ярко красного цвета, что мы давно уже привыкли. Нарезка очень мелкая, почти без мусора на данный момент. Давайте это вот так сделать. Да, в принципе, мусора в нарезке нету. Все очень интересно, все очень хорошо. Но, зная наших потребителей, что они хотят, это, конечно же, покрепче и всему остальному. Но, скорее всего, у ребят появится крепкая линейка скоро, потому что я с ними списывался, и они говорят, что мы сделаем еще и крепкую линейку, как бы следовать за рынком Российской Федерации. Рук суткой испачкался, ладно, хуй с ней. Я его пробовал перегревать, он сразу, то есть, бросаешь 4 угля и под колпак, он перегревается. Но если ты правильно держишь, как бы, температуру, получается очень вкусно и интересно. Для дома такой табак, допустим, мне в самый раз. Я люблю курить такие, такую крепкость, сидеть просто за ноутбуком и постоянно куда-то уходить, и зная, что он у меня просто не станет дико крепкий. По дымности. Тоже очень хорошо, вы этого не видите, потому что сзади у меня фон белый, у меня боксы тоже белые, и это все, конечно же, съедается пространством. Ну, собственно, вот и все про этот табак, про него прям вау-вау, я ничего не могу такого сказать. Обычно хороший, дешевый табак, который найдет свое место, думаю, в кальянах, как замена, потому что, сами понимаете, да, что-то портится, что-то меняется. И на данный момент вот этот еще держит свою марку и продержит, скорее всего, он ее очень долго. Поэтому такой маленький выпуск про данный табак, это Дава Дым, подписывайся, ставь лайки, и скоро у нас будет конкурс на кальян почти с даром. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!